Жители дома 197 по улице Танкистов со страхом ждут наступление лета. В жаркую погоду дышать здесь будет невозможно. И знают это они не понаслышке. Отходы текут прямо вдоль улицы. Проблему с канализацией люди пытаются решить уже не один год. Ветхие трубы в аварийном состоянии, а ближайшие колодцы постоянно забиваются. Вот. Это колодец канализационный. Он полный. С него уже течет все течели. Регулярно жители за свой счет вызывают бригаду рабочих, которые прочищают трубы и сам колодец. Правда, хватает этого ненадолго. По 300 рублей за метр берет. У нас где-то 30 метров, грубо говоря, 9 тысяч. Мы платили сначала раз в год, потом начали раз в полгода, потом раз в три месяца. И крайний раз он приехал сюда с лососом, выкачал все. Сказал, что там что-то застряло, будет вытаскивать. Залез, чуть там у него не застряло оборудование. Он мучился, мучился, взял, в общем, 12 тысяч с нас и уехал. Сказал, вам надо копать. Ну, в общем, мы еще неделя прошла, прям буквально, и снова у нас все забилось в этом же месте. Раньше жидкие бытовые отходы от нескольких домов по улице танкистов стекали в ближайший ручей. Но прошлой осенью, после многочисленных обращений в разные инстанции, жителям построили насосную станцию, которая, по их словам, должна откачивать отходы в центральную канализацию. Там прорыли, там три колодца выложили, трубу положили. И вот отсюда будто бы тянет, и туда все это переходит в центральную канализацию. А я так думаю, что туда ничего не тянет. Шла 10 или 11, пришла такая квитанция. По полной программе сказали, нам сказали, с декабря месяца у нас запустили эту новую. Ну, всего 945. Другие дома, у кого и 1200, и там что-то вообще, у кого по 2000. Ну, там где, если не платили заводу. То есть, в общем, скорее всего, за эту насосную, которую непонятно, что качает. У нас нет городской канализации, и никогда не было. Вот, посмотрите, что здесь творится. Это водотвод называется, да? Вообще невозможно окна открыть. Вонь такая стоит. Ну, просто дышать нечем. А дети бегают, здесь же дети, маленьких детей сколько тут? Никому дела нет. А жителям этого дома пришлось устроить канализацию у себя прямо под окнами, после того, как отходами затопила квартиры первого этажа. Первый этаж невозможно. Я вот в подъезд захожу, ну, а что, знаете, плавает там. И у нас душ, душевая, и у нас самое нижнее место. И вот все плавает. Вот заткнули затычкой, и все, чтобы к нам не текло. Вот, нажимаем кнопку. И почти наполняется до конца. Хорошо бачок не полный. Сейчас все на работе, пользуются мало. Сейчас вечером вообще невозможно будет пользоваться. И все, он стоит там. Я надеюсь, что что-то сделают нам все-таки. Спасибо. 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 Спасибо.